В специальной коробке для хранения особо ценных экспонатов «Евангелие», которая на 13 лет старше Иркутска, издана в 1648 году, ещё до раскола Русской Православной Церкви. Памятник культуры федерального значения, кириллица, заставки с растительным орнаментом, всё по канонам, текст предваряют четыре гравюры по числу евангелистов. На последней странице запись с чернилами, что книга благословлена священником Фёдором Бакадыровым. Она, допустим, могла использоваться для чтения, для проповеди, это, конечно, совершенно точно. Она является памятником и книгопечатания, и тех человеческих ценностей, которые были присущи тому веку. Для библиотекаря и для книгоиздателя это тоже своеобразный учебник и памятник того, как издавались тогда книги. По словам реставратора Валентины Нелюбовой, книга в плохом состоянии. Переплёт оторван, титульный лист отсутствует, страницы загрязнены, покрыты разводами и сальными пятнами. На них сделаны пометки карандашом, ручкой и чернилами. К тому же кто-то неумело пытался подклеить ветки из страницы. Доставка листов грубая и произведена неподходящим материалом. Иркутское Евангелие вошло в федеральную программу сохранения библиотечных фондов и поедет на реставрацию в Москву. На спасение раритета выделено около миллиона рублей из федерального бюджета. Эта книга одна из самых старейших в нашем фонде редкой книги. И мы счастливы, что имеем возможность, участвуем в этой программе по сохранению памятников России и имеем возможность отправить её на реставрацию в федеральный центр. Перед отправкой книгу фотографируют без вспышки. Оно может повредить бумагу. Измеряют и взвешивают почти полтора килограмма. Потом книгу упакуют и в дорогу. Домой на родные полки Евангелие вернётся через год. Евангелие – это третья книга, которая будет восстановлена по федеральной программе. До этого в Санкт-Петербурге и Москве были отреставрированы Евангелие учительное и жития святых Дмитрия Ростовского XVIII века. Даже после реставрации книжный памятник не выдаётся на руки обычным читателям. Раритет доступен только для научной работы. Туяна Немаева, Константин Синицын. Новости сейчас.